Очень много бездомных собак бегают целыми сворами. Когда мы гуляли со старшим сыном, я с коляской, то есть шла, и из этой своры выбегала собака и бежала за нами. Ну, благо, находились всегда кто-то рядом, там какие-то мужчины. Один раз дедушка отгонял собаку палкой, потому что я с какой-то женщиной, с ребенком, с коляской, но я не могу ничего сделать. Сейчас как-то стараюсь что-нибудь в рюкзак класть, или рюкзак потяжелее, думаю, что-то как-то может как-то отбиваться. Да, да, отбиться. Бездомных собак на улицах нашего города уже достаточно, чтобы их начать опасаться, считает Дана, мама двоих детей. Гулять по городу ей страшно. Своры четвероногих бродяг бегают по дорогам, лежат у мусорных баков и резвятся на детских площадках. Мисочка стоит, вот-вот-вот. Смотрите, видите, две мисочки стоят. Синяя, и такая бродячка. Вот и корня, и щенки. Обязанности по отлову и временному содержанию четвероногих возложены на муниципальное предприятие «Дорстрой». В пункте передержки животное должно находиться 12 дней. На эти цели только в этом году городской бюджет выделил 5 миллионов рублей. Однако вместо передержки собак этих убивали, а бюджетные деньги присваивали. Мы достали эту собаку. Это дротик. Вот след от выстрела. Это был отстрел. Да, это дротик. Это самый настоящий дротик. Эту собаку убили. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по городу Саратову расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации жестокое обращение с животными, совершенная группа лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы. Кроме того, установлено, что денежные средства, выделяемые на отлов, вакцинирование и содержание животных, присваивались должностными лицами муниципального учреждения. Сумма ущерба, причиненного бюджету в Саратовской области, может превышать 1 миллион 300 тысяч рублей. Следственной частью по данному факту в отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование продолжается. В самом Дорстроя сейчас заняли круговую оборону. Журналистов к руководству не пускают. Не повезло и нашей съемочной группе, остановленной на проходной. Директор предприятия Владимир Прохоров на звонки не отвечает. Скандал в Дорстрое, похоже, стал для городской администрации неожиданностью. Естественно, не слишком приятный. Вопрос о внутренней проверке не ставит мэра Михаила Исаева в тупик, но определенная растерянность в словах городоначальника налицо. А будет какая-то внутренняя проверка? После случившегося? Да. Ну, сейчас там занимаются, конечно, дал поручение, что у нас там происходит, каким образом. Но в рамках передних вот этих вот функций, там, дополномочий, там, вот эта служба в количестве нескольких человек занималась, она согласна процедур, которая есть прописана. Ну, поэтому здесь комментировать или добавлять что-то, посмотрим. То есть следователи ждем? Ну, да. По информации городской полиции, при личном досмотре у фигурантов были изъяты пневматическое оружие в снаряженном состоянии, дротики и шприцы с препаратом, предназначенным для умиршления животных. Сейчас по уголовному делу проходят те, кто занимались отловом собак. Причем про начальника службы отлова Сергея Обляева, те, кто так или иначе его знал, отзываются, мягко говоря, не очень хорошо. Я с ним один контакт имела по телефону. Когда выловили они собак во дворе, не тех, за которыми должны были приехать, убили просто и увезли собак, которых христилизовали, которые были в ошейниках. Мне начали люди звонить, я начала ему звонить. Сегодня были там, он сказал, нет, я там не был. А были они прямо вот, если они раньше должны были выезжать, например, в 5 часов утра, они уже совесть потеряли, они уже и днем убивали собак. Люди к ним подходили, к ним, к этим ребятам. Он спрашивает, вы куда, мы в приют, мы в приют. Собаку убивали и увозили, а в приют собаки не поступали ни в один. Они очень сильно чувствовали свою безнаказанность, поэтому они и были наглыми. Есть служба отлова. Есть начальник службы отлова, который дает задания ловцам. И они как бы выезжают ночью и ловят собачек. Утром они их сюда привозят. Какое еще раз вы сказали, у вас к нему отношения? Никакого. У меня к нему отношения никакого. За три года своей работы в Дорстрое Галина сделала очень много. За свой счет она вместе с коллегами и волонтерами собак стерилизует, строит им будки и подкармливает. Что было до этого, знают немногие. Там собаки дохли от голода и сжирались блохами. Там не кормились собаки вообще. От голода опилки жрали. Оттуда вывозили мы пачками этих собак. И вот когда Галя туда зашла, да, вот началось там движение. Там начали кормить собак, начали вычищать. И им это не нужно было. Понимаете, в чем дело? Они сдыхали там собаки, например, да? Они отлавливали, привозили туда, да? Все сдыхали. Они опять отлавливали других, привозили. Вот так у них конвейер шел. Пункт временной передержки МУП Дорстрой переполнен. Сейчас здесь порядка 150 собак. Везти их некуда. Решать проблему надо, говорит городской депутат Евгений Чернов. Но не таким жестоким способом. Мы, как депутаты, должны находиться на золотой середине. О том, что да, проблема есть. И это никто не скрывает. Ее необходимо решать. Все мы живые люди. Меня самого в детстве кусала собака. Я знаю, что это такое. Но это не означает о том, что, как говорят некоторые, надо всех собак переубивать. Это не есть хорошо, это доказано. Это не надо пропагандировать. Надо брать золотую середину, чтобы и безопасный был проход, нахождение в общественных местах. И, соответственно, чтобы это было гуманным способом, чтобы это был механизм. Потому что мы в современном мире живем. Я инициирую депутатское расследование. Также запросил контрольный счет на палату города Саратова о том, чтобы они проверили вообще вот эти вот порядка миллионы рублей, которые расходовались. Они на самом деле тратились на тот отлов, содержание, корм, прививки какие-то. Или это просто было определенное убийство и выброс тела. Поэтому, я думаю, здесь правоохранительные органы разберутся. Михаил Александрович разберется. Мы, как депутаты, это будем брать на контроль. Просто так не будем оставлять. Поэтому здесь надо это уточнять, пресекать и наказывать. Пока есть люди, которые своих домашних питомцев выбрасывают на улицу за ненадобностью, остались еще неравнодушные. Такие, как Олеся и Анна, которые за свой счет вместе с другими волонтерами организовали приют для бездомных животных. Кормят их, стерилизуют и ищут им новых хозяев. Мы хотим добиться от нашей администрации города, чтобы стерилизации проходили в государственных клиниках, чтобы именно средства направлялись сразу в государственные клиники, а не через какие-то третьи, четвертые, пятые руки. Пусть дадут волонтерам полтора-два года, и мы покажем то, что мы значительно сможем снизить популяцию животных путем стерилизации и временной передержки. Потому что, мне кажется, уже за 10 лет, которые существуют эти травли, отстрелы, но это уже всем давным-давно понятно, что это неэффективно, это не работает никак. Волонтеры долгое время самостоятельно выслеживали сотрудников Дорстроя, которые отстреливали собак. Как рассказывают очевидцы, делали это они, не стесняясь никого, даже на детских площадках, на глазах у детей. Предположительно, было убито больше тысячи бродячих собак. Стрелки, которые раскалываются, они говорили, что они на мусорку их выкидывали и пересыпали щелочью. То есть, вы понимаете, они не просто вредители, убийцы, ненормальные люди, они еще и какой вред экологии наносили. Щелочью посыпать трупы. У меня нет слов, я не знаю, я не знаю, что сказать. У меня содержание, мне сюда привозят со всего города, я ими занимаюсь, не только я одна. Мне сюда везут, не переставая, но я справляюсь с тем, что мне везут. А вот эта история достаточно некрасивая, и пускай все-таки люди, кто этим занимается, пускай разбираются. Я не могу ничего сказать по этому поводу. В один голос все предлагают один выход из сложившейся ситуации. Он очевиден. Это создание приюта и стерилизации животных. И сделать это можно, как говорит Галина, на базе пункта передержки животных Дорстроя. Больших вложений для этого не нужно. Но, видимо, руководству это неинтересно. Другие методы ему ближе. К слову, Владимир Прохоров, когда вступал на должность руководителя Дорстроя год назад, сказал, главной задачей перед собой вижу то, чтобы город был чистый и самый лучший, чтобы все видели и радовались. Вот только пока никто ничего не видит и не радуется. Субтитры создавал DimaTorzok